Всем привет! И сегодня у нас ваша любимая рубрика Фейк против оригинала. Рассмотрим два кошелька. Они из одной коллекции в исполнении канвы монограмм с вставками из цветной кожи. Очень симпатичные кошелечки, удобные, функциональные. На первый взгляд все красиво, ровно. Канва симметрична, как мы видим. То есть если провести ровную линию, то она будет отражаться. Здесь точно так же, камера так же симметрична. Вот здесь красивая кожа с монограммой. Здесь тоже. Но рассмотрим более детально. Какой же все-таки у нас оригинал, а какой фейк. Начнем с комплекта. Хотя сразу хочу заметить, что мошенники охотно этим пользуются и к фейковым аксессуарам кладут оригинальный комплект. Поэтому комплект это еще не гарантия подлинности. Итак, рассмотрим данную коробочку. Но она у нас не новая, не вчера из бутика. Но в целом можно заметить, что она очень аккуратненькая. Даже если вот здесь вот краешек бумажки оканчиваются ровненько на уголке. Ни влево, ни вправо. Вот так вот красиво и аккуратно. Здесь у нас конвертик, в котором обычно кладут чеки. Вот он конверт. Объемные буквы. На самой коробке буквы также объемные. Вторая коробочка. Здесь буковки также объемные. Довольно хорошее качество. Такой же тканевый хлястик. Вот, но сразу в глаза бросается подобная метка, наклейка. На оригинальных коробках, как правило, в коробках, как правило, таких наклейок нет. Если рассмотревать детали, то можно заметить такие неровности, как, например, вот уголок у нас здесь. Вот уголок, да? А краешек бумажки оканчиваются раньше. Ну, это прям совсем если придираться. Еще бумажку здесь нам положили. На китайском. Рекламируют сами себя. Перейдем к пыльникам. В данном случае нам положили такой желтенький пыльник. Как все уже, я думаю, догадались, нетрудно, что это у нас фейк, копия. Желтенькие пыльники действительно были. Вот я даже положила специально для сравнения в оригинале, но они были ранее. Они были до рестайлинга, когда еще коробочки были, коричневые пакетики, коричневые пыльнички были вот такие вот желтенькие с коричневыми вот этими вот шнурочками. Скажем так, китайцы опоздали. У них уже рыжая упаковка, но тем не менее, пыльники все еще желтые. Сейчас пыльники более, да, еще в белый цвет и шнурочки уже синие. Это пыльник не от кошелька, но просто положила для сравнения, чтобы понимать, какой внешний вид в актуальной коллекции, потому что тут одна девушка приобрела сумочку из актуальной коллекции и очень сильно удивилась, что пришел такой пыльник. Вот, обращаю внимание. Перейдем непосредственно к самим кошелечкам. Во-первых, что касается конвы. Конва при съемке очень важна, с какого ракурса она фотографируется. То есть вот так вот она может лежать, казаться темной, да, потемневшей, а вот при падающем свете может казаться белесый, выцветший, чуть ли не вообще выгоревший, но это всего лишь ракурс. Поэтому особенно касается продавцов, фотографируйте правильно, фотографируйте так, чтобы ваша вещь выглядела хорошо. Вот, рассмотрим детальки. Вот, например, начнем с кнопочки. Кнопочка у нас здесь обтянута красной кожей, ну, по крайней мере, по задумке. В оригинале она также обтянута, но если рассматривать оригинал, то зернистость она совсем мелкая. Прям совсем чуть-чуть. Китайцы же прям постарались. Они прям вот эти вот зерна такие вычурные у них. Это прям вот бросается в глаза. Что касается самой заклепочки. Сделана гравировка у Виттона. Кстати, довольно качественная гравировка, если сравнивать с оригиналом, очень похожа. То есть вот оригинал большой, маленькая. Вот заклепочка оригинала, да? Вот заклепочка копии. Ну, прям классно. Можно им аплодировать. Теперь, что у нас внутри. Здесь, в данном случае, он большой, со вставкой, с отдельной. И вот такой вот хлястик в коже. Тоже хвостик этот вот кожаный. Здесь также кожаный хлястик, но он более жесткий и опять-таки гораздо сильнее вот эти вот текстуры кожи вычурные. То есть вот оригинально она такая более мягкая, да, натуральная. вот копия. Прям вырисанная, выдавленная. Идем далее. Надпись Made in. Вот надпись Made in оригинала. Аккуратненькая, тоненькая. Буковка R маленькая. Вот она, да? Майден копия. Здесь прям такой совсем плохой Майден. Здесь удлиненная O, здесь большая R. Прям такой бросающийся в глаза. И запах. Вот для нас есть клиенты, которые по запаху определяют. Вот, конечно, копия, она всегда по запаху выдает. Но по фото, к сожалению, запах-то не чувствуется, поэтому в аутентификации важны все-все нюансы, все-все моменты. Довольно аккуратно сделаны прорези для карт. Вот они. В оригинале очень похожи. Номерок. В оригинале номерок у нас всегда прячется. Ближе к шовчику. Неудобно его доставать. У маленького вот этого вкладыша тоже внутри и Майден свой, и номерок. Это обязательно. У этого кошелька тоже есть номерок. Он тоже где-то спрятан. Можно его поискать. Вот он. Вот он. Он, кстати, довольно далеко от шовчика, но тем не менее он присутствует. Уже хорошо. Так, в целом, конечно, на ощупь отличается оригинальная канва от искусственной. Но канва рознь. Даже оригинальная канва в зависимости от года производства, от коллекции, от страны производства и от того, как она использовалась, где хранилась. Да, там влажное помещение, сухое. Она будет отличаться. Выгоревшая, потертая. Поэтому канва это отдельная история. Вот так вот на первый взгляд два очень похожих в кошелечко. Как изначально задумано из одной коллекции они. Да, просто это полноформатный у нас, а этот такой компактный, функциональный. Но, тем не менее, друзья, будьте аккуратнее. На первый взгляд все хорошо, но важны детали. Как всегда, детали. Всем хорошего настроения и оригинального Луи Витон. Луи Витон. Луи Витон.